Когда нищие циркачи сварят первый за этот неурожайный месяц сытную мясную похлёбку на обед, Мидори наестся до отвала, как и все они, и лишь затем, навернув слёзы милосердия на глаза, уронит к ногам пустую миску и задаст очевидный вопрос. В её взгляде, бегающим, вороватым, испуганным, словно в пустынном мираже, снова, всего на минуту, заблестит ребёнок. Совершенство тела. Новая модель. У многих людей, часто в юношестве, случается такой период, когда они жаждут всякой жести в кинематографе и книжках. Они смотрят фильмы Тарантино, всякие ужастики и андерграундное кино, читают контркультурную литературу. А если такой человек ещё и анимешник, у него возникает вопрос. А если в этой индустрии что-нибудь запрещенное, тогда-то он и встречает Мидори 92-го года. Огромное количество негативных отзывов и почти единогласное решение. Автор псих, заберите его в дурку. Но на самом деле Мидори, как и её первоисточник, это не просто трэш ради трэша, а пожалуй самое депрессивное аниме, которое мне когда-либо доводилось смотреть. Полная безнадёжность, жестокая реалистичность, перемешанность безумной фантазмагорией, запоминающиеся образы и символизм. Ещё никто на ютубе не анализировал Мидори, так что сегодня мы с вами этим займёмся. И поймём, о чём же на самом деле эта история. Начать стоит с названия аниме, коих у него аж целых три. Цирк уродов господина Араши, самый прямолинейный заголовок. Сёдзю Цубаки, Сёдзю, девочка, Цубаки Камелия, девочка с камелиями. Мидори. Имя ГГ, что означает «зелёный». Во-первых, это отсылает нас к цветам. Во-вторых, зелёный самый приятный и успокаивающий цвет для глаз человека. Мидори – единственный положительный герой во всей истории, которому вообще можно сопереживать. Начинается аниме с барабанной дроби, из меняющихся японских гравюр, изображающих различных жутких тварей, среди которых известны нам паганцу Нурарихион, предводитель Йокаев, котлоголовы Наригама, Рокуракуби и другие. Подобное ступление не только подготавливает нас к мрачной атмосфере, но и говорит нам, о чём будет эта история. Об уродах, физических и моральных. Под удручающую мелодию нам представляет цирка и его развлечения, среди которых есть «откусывание голов живым куриц». Циркача, проделывавшего подобное, называли «гиком», от немецкого «кек», то есть «чудак». Постепенно это слово потеряло первоначальное значение и стало обозначать просто очень увлечённого чем-либо человека. Например, фаната Марвел, который читал все комиксы и смотрел все фильмы МКУ. Пролог начинается с мрачных пейзажей послевоенного Токио 50-х годов. Бездомные люди, те с настоящей друг о другу бедные домишки, узкие переулки и совершенно не вписывающийся сюда образ юной девочки в фиолетовом платье. Она встречается с господином Араши и тот очень ловко втирается к ней в доверие. Буквально обволакивает её сладкими обещаниями, как в отельке обволакивает фонарь. Обещает купить все её цветы. Образно он покупает невинность Мидори, о чём она узнает только оказавшись в ловушке. Араши-манипулятор действует на Мидори не только словесно, но и даёт ей почувствовать себя в безопасности в своих объятиях. В девочке он видит лишь потенциального кадра, которого очень легко принудить к работе силой. Мидори кажется невдомёк, насколько опасно находиться в подобном месте в подобное время. Она всего лишь ребёнок, но при этом понимает, если не она, то никто не поможет больной матери, которая, к сожалению, откидывается в тот же вечер. Соседки Мидори сплетничают за её спиной. Никто из них не собирается взять её под своё крыло. Так что девочка решает пойти по адресу Араши, где она встречает цирковую труппу. И сразу же её подвергают издевательствам на потеху публике. Мидори признаётся, что после того, как попала в цирк, хотела закосплеить мать Аски. В этот момент на экране мелькают счастливые семейные изображения. Не просто так Мидори постоянно упоминает школу, ведь хождение в неё – это то, что ассоциируется у ней с нормальным периодом жизни, когда мать ещё не болела, а отец их не бросил. Папа купил тебе пирожных. Спасибо, папочка. Когда Мидори спрашивает тебя, что со мной станется, нам крупным планом демонстрируют брошенную и изуродованную куклу. В этом фрагменте также впервые появляется поезд – символ надежды на лучшую жизнь и простой счастье, которому Мидори будет отчаянно стремиться на протяжении всего фильма. Песня первая. Терпение и покорность. Попав в цирк, Мидори была вынуждена страдать не только днём, но и ночью, когда участники трупа устраивали оргии. Заметьте, это единственный момент за всё аниме, когда Беннису, женщина-змея, распускает свои волосы. Во всё остальное время она ходит с покрытой головой. Если днём Беннису в полном своём одеянии походила на монашку, ночью она выглядела как проститутка. Когда Аказа и Учи Сутэ приглашают Мидори присоединиться к ним, Беннису реагирует на это отрицательно. В манге она говорит «I'm a woman enough for both of you». У нас перевели как «Я больше женщина, чем все они вместе взятые». До недавнего времени она оставалась единственной женщиной в трупе. Когда уроды проявляют интерес к Мидори, Беннису воспринимает это как оскорбление собственной привлекательности. А красота и соблазнение для неё – основной метод достижения своих целей. У тебя хватит, чтобы заплатить мне одной. Дай мне хоть сколько-нибудь. Беннису проявляет агрессивную сексуальность. Она ведёт себя как нимфоманка и испытывает тревогу насчёт своего будущего. Ведь со временем она просто превратится в непривлекательную старуху. Беннису – это то, чем могла бы стать в конечном счёте Мидори. Ведь женщина-змея, как и все в трупе, стала циркачкой не от простой жизни. Возможно, её также бросили родители. Неспособная заниматься физическим трудом, она могла зарабатывать деньги проституцией до того, как попасть в цирк. В конечном счёте, в её разуме укоренилась одна истина – всего можно добиться через постель. Слёзы – не единственное оружие женщины. Лучшее оружие у тебя между ног. Научись его использовать. Беннису видит в Мидори саму себя, но она слишком ожесточилась, чтобы помочь девочке. В её разуме стучит всего одна мысль – почему, если не повезло мне, должно повезти ей? Поэтому она с таким остервенением абьюзит Мидори. Поэтому, когда девочка машет поезду, она дёргивает её и говорит «Ты не уедешь в Токио, у тебя больше нет дома». Возвращаясь к ночной сцене, мы также узнаём, что Канабун и Араши – партнёры. Канабун – гермафродит, и даже сейчас к этому относится с непониманием, клеймя людей уродами. А в 50-е годы всё было ещё хуже. Скорее всего, от Канабуна отказались родители. На фоне одиночества и непринятия обществом у него развелись психические расстройства. Араши приютил его в своём цирке и не только стал для него подобием родительской фигуры, но и ламинатным партнёром. Он буквально превратил уродство Канабуна в способ заработка, что, конечно, показывает нам – ни о какой любви здесь речи не идёт. Но сам гермафродит поймёт это слишком поздно. После ужасной ночи, Мидори ищет способ успокоиться в заботе над чинками. В ней не развилось желание причинять боль другим, чтобы заглушить свою собственную. К несчастью, девочку ждало худшее. После того, как Канабун приготовил и щенят похлёбку, Мидори была подвергнута раскомнадзору со стороны Учисуты. Примечательно, что в предшествующем этой сцене символическом моменте, Мидори случайно колется иголкой, и у ней с пальца течёт кровь. В манге Учисуты упоминает мамину берложку, что может намекать нам на то, что в детстве у него могло быть дело семейное. Хотя это лишь догадка, почему он такой тронутый. Учисуты и Араши по очереди носят одну и ту же фуражку, которая похожа на головные уборы японских солдат времён Второй Мировой. Араши мог просто найти её и использовать в качестве реквизита, а возможно Учисуты был солдатом и потерял руки на войне. Хотя в большинстве источников указывается, что это была проказа, мы не находим этому точного словесного подтверждения. Так что Учисуты мог быть и жертвой ожогов. В аниме есть сцена, когда Мидори ходит в магазин и, возвращаясь из него, видит пробегающих мимо счастливых детей. Это хорошее дополнение, ещё сильнее подчёркивающее тоску девочки по нормальной жизни. После сильнейшей взбучки за попытку побега, Мидори снится бередовый сон. В школе она встречает своего отца, пожирающего кусок хлеба. Даже когда Мидори выворачивают наизнанку, даже когда она умоляет отца о помощи, он продолжает есть свой хлеб. А девочке в ухо недвусмысленно заползает гусеница. Эта образная сцена олицетворяет то, что произошло в действительности. После того, как мать Мидори заболела, отец бросил семью ради собственного блага. Ведь прокормить её представлялось ему невозможным. Он обрёк свою дочь на печальный исход. Мидори ещё не до конца понимает, что даже самые близкие люди могут оказаться теми ещё тварями. Поэтому она так отчаянно просит отца о помощи. Но для него Мидори пустое место. Даже если бы он встретил её на улице, скорее всего он бы прошёл мимо. И заметьте, что в этом сне Мидори пытает именно Бенницу. При этом говоря, ты никогда не познаешь человеческого счастья. Песня вторая. Карлик появляется из темноты. У Чесу ты прав. Надо быть полным идиотом, чтобы уехать из Токио и присоединиться к какому-то бродящему клоповнику. Именно так и поступает Вандер Масамитсу. Но мы с вами знаем, что у него непростой характер и беды с башкой, так что напрашиваются возможные варианты. Он устал от шумного Токио и хотел развеяться. Он поссорился со своим предыдущим цирком. Он попал в скандальную ситуацию и был вынужден скрыться. Педофил, педофил, педофил. В первое своего появление Вандер вылезает из бутылки через узкое горлышко. И хоть потом нам даются какие-то странные объяснения об этом трюке, думаю, в мире, созданном Суихиро Марло, действительно есть магия, привычном для нас значении. Ибо так много раз вызывать массовые психозы и галлюцинации просто невозможно. Сцена на поляне. Вандер в образе божьей коровки опыляет цветок, а потом садится на лицо Мидори. Тут все очевидно, автор буквально показывает, что он имел в виду. Масамитсу делает из ГГ не только любовницу, но и ассистентку. Под покровительством карлика девочка обретает уверенность. Он берет все под свой контроль. А Раша теперь его сучка, ведь без него цирк просто никому не нужен. Вандер топит за повышение зарплаты циркачей, при том, что они явно относились к нему негативно. Но все-таки одного урода он так и не простил. У Чесуты, который, как и Масамитсу, воспринимает Мидори как свою собственность. Убийство Безрукова стало первым звоночком не только для нас, но и для Мидори. Теперь мы знаем, на что готов этот ревнивый карлик. Лишь БГГ оставалось только его. И буквально после преступления он еще раз демонстрирует это. Когда к Мидори приезжает челик с киностудии и предлагает ей стать актрисой, Вандер разрывает билет и заявляет, что он опекун девочки. И только он будет решать, что ей делать. Конечно, этот челик с киностудии выглядел реально подозрительно. Но заметьте, что Масамитсу не сказал, «Хорошо, давайте мы с вами поедем и посмотрим, что у вас есть». Он понимает, если это правда, если Мидори станет успешной актрисой, он станет ей попросту ненужным. Сцена с зеркалом подытоживает всю ту информацию, которую мы уже получили. Вандер обманчиво добр, но на самом деле в нем сидит монстр. Причем с огромными комплексами. Ведь именно когда его обзывают карликом, он пускается во все тяжкие. После сцены боди-хоррора, Вандер словно приходит в себя. Он решает покинуть цирк вместе с Мидори, который находит в молящейся звездному небу. Они решают отправиться в Токио и прощаются с трупой. Араши сбежал, прихватив деньги. После его ухода, Канабун, почувствовавший себя обманутым, наконец принимает себя как парня. Ведь все это время он был трапом, согласно указаниям своего начальника. Видя Мидори и понимая, что Вандер присмотрит за ней, Беннису наконец перестает быть стервой и делает девочке комплимент. Эта сцена после всего увиденного оставляет странный осадок. Еще недавно все эти люди абьюзили бедную девочку, а теперь они счастливо машут ей на прощание. И сама Мидори говорит, что надеется, когда-нибудь с ними еще встретиться. Ничем иным, как стокгольмским синдромом, слова девочки не объяснить. Только представьте, Мидори прожила с этими тварями с осенью по весну. Хочешь не хочешь, а все равно к ним привыкнешь. Тем более в тот момент ГГ на фоне отношений с Вандером уже со многим произошедшим смирилась. Мидори сама не верит, что это реально происходит. Она скоро уедет с любимым человеком обратно в Токио и обретет свое счастье. Но хэппи-энд прерывает жестокая случайность. Вандер покупает яблоки в дорогу, но на обратном пути его убивает вор. Автобус уезжает, девочка начинает волноваться, где же Масамитсу. Она бегает по окрестностям и уже начинает вечереть. А единственный, кого она встречает из раза в раз – чихающий рабочий. Начинается самый мощный момент в фильме. Пугающий больше, чем вся та чернуха, которую нам показывали до этого. Когда Мидори теряет силы, она видит жуткое видение. Ее родители – цирковая труппа и во главе них Вандер. Все смеются над ней. И новый быть не может, решает девочка. «Масамитсу меня предал. Предал так же, как и родители. Как все эти люди. Он ничем не отличается от остальных уродов». Последний образ, что видит Мидори в урагане – Вандер, рассыпающийся в цветочные лепестки. То, с чего и началась эта история. Затем она остается одна в бесконечной белой пустоте и срывается на плач. В финальной песне можно найти намек на то, что Мидори покончила с собой после всех событий. Она поет. «Я уже ходила этим путем. Эта дорога без конца. Чем дальше идешь, тем глубже погружаешься во тьму. Я хочу остаться ребенком. Я хочу остаться с человеком. Хоть у меня и отобрали мои красные башмачки. Хоть я и убежала без оглядки. Я затерялась в лабиринте. Я так и не нашла дорогу своей мечты. Я раньше уже ходил этим путем. Но и другие пути приводят меня туда же. Я никогда больше тебя не увижу». Перевод сделан с английских сабов, так что Хезе, насколько он достоверен, он стопроцентно передает суть всей истории. Мидори всего лишь ребенок, незаслуженно лишенный счастья. Все, чего она хотела, снова почувствовать себя им. Но сколько бы она ни шла к этому, жизнь жестоко отняла у ней все. Режиссер аниме Хироши Харада, насколько мне известно, В интервью признавался, что в детстве над ним часто издевались другие дети. Поэтому манго Суихиро Маруо показалось ему такой близкой. И поэтому он потратил целых пять лет, чтобы в одиночку, на свои собственные деньги экранизировать это аниме, прорисовывая один кадр за другим. Его сильно расстроила новость о том, что некоторые люди уничтожили кассеты с его аниме, видя в нем лишь набор жестоких и бессмысленных сцен. Но на самом деле смысл был, пускай даже в уродливой и гротесно отталкивающей обертке. Просто не все люди понимают, что то, о чем пишет автор, и то, кем он является, это разные вещи. Карантино не маньяк, хотя в его фильмах очень много жестокости. Так же, как и Хироши Харада не педофайл и не любитель приготовить и щенят похлебку. Он просто человек, которого настолько сильно тронула история, настолько вдохновила, что он не пожалел своих сил, времени и денег, чтобы экранизировать ее вопреки всему. Я думаю, многим из нас стоит поучиться у него тому, как не опускать руки и добиваться цели, несмотря ни на что.